Всем привет! Следующая задача, которую мы рассмотрим в нашей главе про динамическое программирование, это задача о рюкзаке. Классическая задача комбинаторной оптимизации, которая используется в распределении ресурсов, в криптографии. И с ней мы с вами на самом деле уже встречались, когда рассматривали жадные алгоритмы. Так, напомним определение и сакцентируем внимание на том, какая разница здесь будет. Нам даны N предметов. Это натуральные числа и даны их веса. В смысле их веса это натуральные числа и их стоимость, это тоже натуральные числа. Также дана вместимость рюкзака. И наша задача напихать в рюкзак побольше предметов так, чтобы они, во-первых, поместились туда, то есть чтобы их суммарный вес не превысил вот дубль в большое с одной стороны, а с другой стороны, чтобы их суммарная стоимость была побольше. Вот здесь, как видите, разница в том, разница с той версией задачи, которую мы рассмотрели в главе про жадные алгоритмы, в том, что нам не разрешается брать части предметов. Тогда мы могли от любого предмета отпилить любую часть и соответствующим образом пропорционально изменился бы его вес и стоимость. Здесь такого делать не разрешается. Предмет мы либо берем, либо не берем. Тем не менее, есть все равно два варианта. Либо есть рюкзак с повторениями, это в ситуации, когда у нас каждый предмет доступен в неограниченном количестве копий, экземпляров. А рюкзак без повторения, это когда каждый предмет есть в единственном экземпляре. Мы решим обе эти задачи и увидим, что алгоритмы нам здесь потребуются другие. То есть жадным алгоритмам такая задача не решается. Ну вот наш пример, я уж не помню, это тот же самый, который мы использовали тогда или нет, но так или иначе. Вот предположим, что у нас есть 4 предмета весов 6, 3, 4, 2 килограмма и стоимостью, соответственно, 30, 14, 16 и 9 рублей. Вот есть, например, такое заполнение рюкзака с повторениями предметов. Берем первый предмет и две копии последнего предмета. Получается как раз, да, вместимость рюкзака это у нас 10, как написано в названии этого блока. Соответственно, стоимость получилась 48 рублей. Если без повторений, то свободы у нас поменьше. Соответственно, то, что мы можем получить здесь, это, например, положить первый предмет и положить третий предмет. Весь рюкзак опять заполнится и получится 46 рублей суммарная стоимость. Оптимально это или нет, вот мы скоро увидим. Скоро увидим общий способ решения этой задачи. Да, давайте еще вот на чем заострю внимание. Здесь так чудесным образом получилось, что в обоих случаях у нас рюкзак полностью заполнился. В общем случае это, конечно, не обязано быть так совершенно. Возможно, оптимальное заполнение, не знаю, оставляет там 1 килограмм рюкзака незаполненным. Просто пример, маленький игрушечный, так вышло. Так, ну надо определять подзадачи, раз уж мы собрались с динамическим программированием эту задачу решать. Как обычно, чтобы их определить, давайте посмотрим, как же устроено может быть оптимальное решение. Ну вот как-то рюкзак заполнен и в нем лежит какой-то итый предмет. У него есть вес WIT и стоимость CIT. Давайте подумаем, что будет, если этот предмет вытащить из рюкзака. Вот то, что у нас останется, несложно понять, что это будет просто оптимальным способом заполнить рюкзак вместимостью W большое минус WIT. Но потому что, если бы оно было не оптимальным, тогда можно было бы взять какое-то другое, более оптимальное заполнение и заменить его. Ну то есть, стандартный опять прием вырезать и вставить. Да, про что я забыл сказать, это то, что мы сейчас рассматриваем рюкзак с повторениями. То есть, мы могли бы взять другое заполнение вот этой вот оставшейся части и не волноваться совершенно о том, что там, возможно, в оптимальном заполнении тоже присутствует уже итый предмет. Если бы рюкзак был без повторений, то так сделать нам было бы нельзя, поскольку мы обязаны каждый предмет не более раза использовать. Ну, это навозит нас вот на какую мысль. То есть, раз уж после того, как мы вытащили предмет, у нас осталось оптимальное заполнение рюкзака меньшей вместимости, то подзадачу, естественно, определить так. Давайте для каждой возможной вместимости, там от нуля до W большого, будем вычислять максимальную стоимость заполнения соответствующего рюкзака. И то, как мы посмотрели на нашу подзадачу, в принципе, подсказывает нам, как написать рекуррентную формулу. Поэтому оптимальное заполнение рюкзака вместимостью W получается из какого-то оптимального заполнения рюкзака вместимостью W минус W итая добавлением в это заполнение предмета W итая. Ну и когда мы его добавляем, мы заодно получаем стоимость цитая. Какой именно предмет надо добавить, мы не знаем, поэтому мы просто перебираем все возможные предметы, максимум берем по всем, и которые в текущий рюкзак помещаются. Вот, рекуррентная формула получилась, мы готовы записать алгоритм, ну и запишем его сразу. Понятно, что здесь у нас все задачи, они образуют такую одномерную таблицу, W у нас увеличивается от нуля до W большого, поэтому можно сразу написать алгоритм снизу вверх, то есть заполняющий такую нашу таблицу, которую мы заведем, ну вот массив D как обычно, просто снизу вверх от меньших задач к большим. И так изначально мы там везде просто запишем нули. Потом увеличивая W от единицы до W большого, мы будем смотреть, а какие же предметы туда можно, ну, можно попытаться положить. Соответственно, мы просто переберем все возможные предметы и посмотрим, а что получится, если взять оптимальное заполнение рюкзака W минус W IT и добавить к нему этот IT предмет. То есть если суммарная стоимость, которая при этом получится, вот она здесь написана, она больше, чем наше текущее значение, ну, то мы это текущее значение обновим. Вот. Таким образом заполнится весь массив, в конце мы просто вернем значение последней ячейки. Это и будет оптимальная стоимость заполнения рюкзака веса вместимости W большое. Время работы этого алгоритма, конечно же, N умножить на W большое, ну, вот он цикл, который содержит W большой итерации, вот цикл, который содержит N итерации. Все остальное это, конечно же, константное время. Отлично. Ну, давайте теперь рассмотрим пример того, как этот алгоритм отработает на нашем вот том игрушечном примере. Изначально у нас есть массив размера 11, то есть проиндексированный от 0 до 10, это наш массив D. В нем он проинициализирован нулями. Ну, первая ячейка, в которой вообще хоть что-то может не нулевое быть записано, это вторая. Тут мы видим, что вторая ячейка, например, в нее можно положить последний предмет. Соответственно, когда мы ее значение вычисляем, один из способов ее заполнить, это взять оптимальное заполнение рюкзака вместимости 0 и добавить второй предмет. То есть вот плюс второй предмет. Его стоимость это 9, ну, поэтому понятно, что это оптимальный способ, потому что, ну, ничего другого в рюкзак вместимости 2 и не положить. То есть, когда речь заходит о рюкзаке размера 3, то есть уже два способа. Либо взять рюкзак вместимости 0 и добавить к нему предмет 2, то есть 14 рублей второй предмет. Либо взять рюкзак вместимости 1, взять его оптимальное заполнение и добавить к нему предмет 4. Естественно, получается, что лучше взять 14. Что лучше взять второй предмет, ну, потому что просто при этом более оптимальное заполнение получится. 14 рублей. Следующее уже зависит от, то есть оптимальное заполнение рюкзака вместимости 4, как может быть получено. Либо мы берем оптимальное заполнение рюкзака вместимости 2 и добавляем второй предмет. Либо оптимальное заполнение рюкзака вместимости 1 и добавляем, ой, не второй, прошу прощения, четвертый. И добавляем второй предмет. Либо берем оптимальное заполнение рюкзака вместимости 0 и добавляем третий предмет, который стоит 16. Ну, из этих всех ситуаций мы выбираем ту, которая лучше. Лучше, конечно, добавить четвертый предмет, тогда получится 18. Вот, ну, продолжая в том же духе, мы заполняем весь массив, получается в конце число 48. Это и есть оптимальный способ заполнить наш рюкзак. Ну, то есть то, что мы показали вначале в примере, и было оптимальным способом, дающим заполнение стоимостью 48 рублей.